девчонки всем привет я решила начать снимать новый влог надеюсь что кто-то вообще их смотрит у меня потому что мало просмотров но люди просили снимать поэтому я снимаю в общем время 12 часов дня лёша сейчас спит после ночной смены я уже приготовила крошку не обращайте внимание на мой голос недавно была ангина а сейчас у меня она как прошла но голос почему-то севши видимо не налечилась иногда кашляю в общем кошмар а сделала крошку сейчас я ее отправлю в холодильник настаиваться впервые делаю на кефире я к сожалению не знаю сколько здесь литров это кастрюля по моему 3 литра если не ошибаюсь в общем я сюда что я сюда налила литр кефира 1 процент и все остальное вода вот и вот так вот до краев получилось соль по вкусу и больше ничего обычно раньше делала вода и сметаны смешиваем тут решила сделать с кефиром попробовала на вкус вроде как не чёток вкусненько я думаю когда она настоится будет еще лучше так но когда лёша проснется как раз настоится окрошкой мы будем кушать и немного некрасивого за кадром я уже перемыла половину посуды и осталось там еще вон целое множество как целое множество чисто так столовые приборы доска на которой нарезала зелень вот в общем сейчас я все это помою все никак я не поменяю вот эти вот тряпочки по-прежнему сушу посуду на их потому что ну нигде я в нашем городе не могу найти вот эти вот такие специальные вот эти штуки которые для того чтобы сушилась на них посуда коврики как они называются правильно не знаю в нашем городе их нет может быть просто их так разбирают часто но я так все никак не смогла их купить погода у нас сегодня прекрасная вот так вот у нас все за окном солнышко светит а все что было у нас вчера это был просто капец у нас по-моему с 7 часов вечера даже нет с пяти часов вечера и его до часу ночи просто у нас был такой ураган у нас были такие молнии сильные то есть по всей ростовской области был кошмар даже затопило дороги в некоторых городах как не в городах точнее а в поселках вот просто вино-дону в частности и у меня в городе волгодонске в общем капец какой-то был так что сегодня все прекрасно может быть вечерком и выйдем погулять девчонки всем привет снимаю дальше свой влог уже прошло несколько дней я уже сдала все госэкзамены защитила диплом 6 июля вручение и уже я даже вышла работать на работу вот поэтому немножко мне влог прервался хочу его уже до снимать и на этом закончить мы ездили вот недавно в другой город мне там нужно было в университет по делам вот ознакомиться с приложением к диплому и в общем мы заезжали в ашан хочу показать что мы купили ну здесь было всякое разное в общем красные бананы впервые увидела и захотелось попробовать бананы у нас на строк 4 рубля вышли они по 169 90 за килограмм ну то есть 170 рублей скажем так дальше взяли мы с лёшей вот такие салфетки каждый день таблетка освежитель для туалета с ароматом море и с ароматом леса так каждая стоила 15 рублей далее грецкие орехи уже очищенные 102 90 как можете видеть далее вот такой вот новый принглс острый ну здесь вкус просто со вкусом сметаны написано и также они очень острые так принглс у нас стоил 130 рублей далее вот такой вот лосьон тоник от марки чистая так прервалась немножечко простите лосьон тоник ухаживающий от марки чистая линия с лепестками розы для сухой чувствительной кожи обожаю на него была хорошая цена стоил он 59 90 в общем 60 рублей когда его обычная стоимость в пятерочке там порядка ста шести рублей то есть я считаю это не бюджетно взяла всего лишь одну тканевую маску маска омолаживающая с эффектом пилинга и фруктовыми кислотами от марки вилента но здесь вот яблочко так маска у меня стоило 50 рублей дальше что еще и взяла уже последнее это вот гранат такой он большой вышел на двести девяносто один рубль пятьдесят пять копеек в общем вот такие были покупки в магазине ашан также там лёша еще брал себе напиток айран за 46 рублей и всего наш чек вышел на семьсот пятьдесят восемь рублей за все вот эти покупочки и далее мы немного погуляли по икеи мне нужны были свечи в общем я взяла две вот таких вот ну это обычные свечки они были по 59 рублей очень кстати бюджетно вышли а вот такая с ароматом каких-то яблок и груш вот знаете раньше была жевательная резинка хуба буба наверное так все 2005 год 2004 ну кто помнит и она была со вкусом зеленого яблока вот здесь аромат прям один в один этой самой жвачки далее аромат манго вот как уже сказала повторюсь каждая стоила 59 рублей также этот пакет стоил 14 рублей и вот такую мы взяли одну свечу большую обычную белую для семейного очага на нашу свадьбу в общем надо будет еще приобрести еще две свечки которые будут наши мамы зажигать вместе с нами это свеча стоила 99 рублей вот вот такие у нас были небольшие покупочки в икея чек составил двести тридцать один рубль ровно ну и последнее заходили мы в магазин сладостей так здесь нам все красивенько скрепили сейчас я открою наверное как нибудь вот и тут просто так сладко вкусно пахнет и там куча мармеладок то есть всякие там войти я одну достану меня руки чистые не переживайте вот яичница дальше там вон всякие черепа там всякие кукурузки вот например чем сейчас будем есть такая кукуруза вот в общем-то на так что будем кушать очень так они прям вкусно пахнут классные мармеладки девчонки давайте вам уже сегодня следующий день и давайте вам покажу покупки продуктов то что мы купили и на этом закончу влог сегодня мы покупали не так много потому что нам немного всего нужно начну с первого это красная цена вода 5 литров негазированная мы всегда берем ее вот она хорошая нам нравится стоит она 38 рублей далее вода кубай уже газированная идем и взяли полтора литра 28 рублей нее цена вот но это мы хотим делать окрошку скорее всего сегодня будем делать и туда добавлять далее картофель ранний картошка у нас по 60 рублей здесь два килограмма триста двадцать два грамма и на 139 рублей она у нас вышла далее огурчики взяли на салатик ну и так может быть просто покушать короткоплодные колючие как всегда 93 рубля за килограмм здесь 610 грамм и на 56 рублей они вышли наконец-то у нас стало скажем так более такая нормальная цена на вот эти вот кабачки килограмм по 77 рублей здесь 756 грамм и они у нас вышли на 58 рублей ну я хочу просто пожарить есть чесночком с майонезом очень вкусно будет их кушать далее на окрошку колбаса вареная докторская тавровская очень тоже хорошая колбаса мы и всегда берем 500 грамм она у нас 139 рублей конечно же яйца куда же без них красная цена куриные естественно категория c1 и c0 по 10 штук получается вот это у нас стоило 54 рубля вот это стоило категория 56 рублей конечно же набрали всякой разной зелени для окрошки мы взяли укроп лук зеленый и петрушку все от одной марки global village уже не первый раз в ней рассказываю значит зеленый лук у нас стоил 55 рублей петрушка она стоила 30 рублей и стоил тоже 30 рублей далее на окрошку вот такой кефир на живой закваски два с половиной процента кубанская буренка так кефир у нас 800 грамм 58 рублей он у нас стою взяли финики вот такая одна упаковочка стоила 50 рублей далее наша любимая вкусняшка оба любим это кормилица икра из кабачков здесь у нас 480 грамм икра у нас стоила 57 рублей очень любим с хлебушком прям вообще за милую душу так и вот такие огурчики корнишоны и дядя ваня тоже очень люблю эту марку корнишоны по-французски 460 грамм 105 рублей они стоили так и мы еще брали один пакет и чек за все вот эти вот покупки у нас составил 961 рубль то есть как видите ничего вообще лишнего ним не взяли как бы да и в итоге вот такая круглая сумма у нас вышло так и сейчас мы еще заходили в магазинчик там где продают разные тоже овощи и хочу показать что мы купили там так ну что же мы купили в этом магазинчике здесь у нас один болгарский красный перчик на салатик вот такие розовые томаты они почему-то на камере не такие прям сильно розовые но они прямо чем такого маринового цвета очень девчонки вкусные далее чеснок 2 2 головки мы взяли ну там как бы один на салатик может быть так покушать и еще вот чтобы с кабачками потом сделать и немножечко риски не помню честно говоря что сколько стоило но суть в том что за все вот эти вот покупочки да мы отдали всего 206 рублей я считаю это очень очень бюджетно так что вот такие у нас девчонки были покупки кому это видео понравилось этот влог он конечно был коротенький не особо такой содержательный надеюсь что вам он понравился всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока пока